Теперь предприятие, ситуация на котором вызывает беспокойство, а в правительстве республики речь про Чувашский бройлер. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева провели брифинг для журналистов. Сейчас долги предприятия в бюджеты разных уровней 44 миллиона, а по зарплате более 30 миллионов рублей. Напомним, что 49% акций предприятия принадлежит Чувашской республике 51 группе компаний, подконтрольной Курскому предпринимателю Александру Четверикову. В июне 2016 года он через подконтрольное ему предприятие инициировал процедуру банкротства Чувашского бройлера. При этом общая сумма долга была чуть более 3 миллионов рублей. И тогда предприятие было в состоянии погасить указанную кредиторскую задолженность и избежать процедуры банкротства. Процедуры банкротства все же избежать не удалось. Она была введена на Чувашском бройлере в январе 2017 года. Руководитель предприятия, ставленник собственника, не сделал ничего, чтобы сократить задолженность и стабилизировать ситуацию на предприятии. Причем эксперты отмечают, что подобные схемы банкротства не новы. Имеются примеры того, как ранее схемы преднамеренного банкротства были применены группой компании агрохолдинга, принадлежащего Четверякову, в отношении других хозяйственных обществ, в результате которых организации лишались своих основных производственных активов. Чувашский бройлер из-за сложного финансового положения было так преподнесено, что не может гасить долги перед Сбербанком. То есть гасить свой кредит. И в то же время подконтрольная организация Четверякового Лотостеха приобретает все права кредитора, в том числе и право залога на все заложенные Сбербанку России за те же деньги. Хотя эти деньги можно было еще раз подчеркиваю, погасить кредит и дальше развивать предприятие. Сейчас на Чувашском бройлере работает 300 человек, выращивается около 600 тысяч голов птицы. При полной загрузке и соответствующей модернизации предприятие может производить до 13 тысяч тонн мяса в год. Но сейчас неожиданно возникла проблема с кормами. Общество с ограниченной ответственностью тени торг в нарушении договорных условий не поставляет необходимый объем кормов. Только во вторник вместо 65 тысяч тонн кормов завесли 10 тысяч. Около 600 тысяч головки из бройлеров, инкубаторией заложено около 211 тысяч инкубационных яиц для последующей посадки в печеньки. По предварительной оценке, заключенные все вот эти договоры являются для Чувашского бройлера заведомо убыточными. Сегодня мы получили предварительную оценку экспертов. Только за 6 месяцев, не включая зарплату, ущерб нанесен чуть больше 23 миллионов рублей. Образовалась картотека у Чувашского бройлера по долгам порядка 30 миллионов рублей без учета задолженности по зарплате. Заведомо невыгодность указанных сделок подтверждена и Минэкономразвитие Чуваши. Обществу запрещены все операции с расчетным счетом, кроме выплаты зарплаты. Из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями на фабрике имеется угроза прекращения поставок газа и отключения электроэнергии. Недавно представители правительства Чуваши встретились с Александром Четвериковым. Предложили ему помощь в поиске инвестиций, но получили отказ. Курский предприниматель готов стабилизировать обстановку на предприятии, но выставил несколько условий. Он требует прекратить уголовное дело, назначить на пост директора его человека и продать акции. Выкуп акций республики не значит, что мы не будем контролировать вопросы того, что предприятие можно просто банкротить, а активы перебрасывать на другое предприятие. Мы все равно за то, чтобы в Чувашской республике действовал и функционировал нормально, в стабильном режиме чувашский броллер. То есть мы в этой части все равно контролировать ситуацию будем. Мы об этом высказали как раз Четверикову, что его не устраивает. Он хочет, чтобы мы просто отошли, продавшие ему акции республики, если просто говорить, и не вмешивались в деятельность, и позволили ему банкротить предприятие, переводя его активы на тот же тениторг или на другое общество, которое ему удобно. За год стоимость акций Чувашского броллера уменьшилась в два раза. Наталья Тимофеева считает, что курский предприниматель специально банкротит предприятие. И мы видим умысел его действий по обанкрачиванию в части этого предприятия, именно умышленное уменьшение стоимости пакета акций. И этим он сегодня, мы как полагаем, не хочет остановиться, хочет ввести дальнейшие процедуры конкурсного производства, уйти от наблюдения в установленном порядке. И чтобы эту стоимость еще более снизить. Борьбу за предприятие в правительстве продолжат и не допустят, чтобы сотрудники Чувашского броллера были уволены.